Лидия Новакова и Василий Ханюков стали новыми почетными гражданами Белгорода. Соответствующее решение вынесли депутаты Белгородского городского совета на очередной 15-й сессии. Также народные избранники заслушали отчеты о работе администрации по исполнению федеральных программ, поддержали кандидатуру, представленную к награждению медалью за заслуги перед городом Белгородом и внесли изменения в ряд муниципальных актов. Обо всем по порядку расскажет Людмила Столярова. Согласно положениям нормативных актов, о работе администрации может отчитываться не только градоначальник, но и его заместители, если доклад посвящен какому-либо конкретному направлению. На минувшей сессии об исполнении ряда федеральных программ рассказал первый заместитель главы администрации Василий Голиков. Одним из пунктов его выступления стало благоустройство дворовых территорий. С момента реализации программы за 16-е и 18-е годы было выполнено комплексное благоустройство 142 дворовых территорий в площадь более 706 тысяч квадратных метров на общую сумму более миллиарда рублей. 50 тысяч 835 граждан улучшили условия проживания. Сообщил Василий Георгиевич и о планах по благоустройству общественных территорий. Так, в период с 2019 по 2024 год планируется провести работы на 36 общественных пространствах. Их перечень был составлен по итогам рейтингового голосования, в котором приняли участие порядка 16 тысяч горожан. В настоящее время работы ведутся на 7 общественных пространствах. Общий процент выполнения составляет 22%. Всего на благоустройство общественных территорий работает порядка 110 рабочих правителей механизмов. Согласно условиям муниципальных контрактов, все работы будут завершены до 31 апреля сего года. В Белгороде протяженность уличной дорожной сети превышает 550 километров. Это более 5 миллионов метров квадратных. Городские службы следят за состоянием дорожного полотна и регулярно проводят работы по устранению дефектов. Так, в 2019 году в рамках программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» уже было отремонтировано 15 участков городских улиц. Также Василий Голиков рассказал и о ремонте межквартальных проездов и тротуаров. Износ тротуаров составляет 18%, это остро нуждающиеся в благоустройстве. По межквартальным проездам ситуация хуже, там остро нуждающиеся в ремонте составляет порядка 25-27% остро нуждающиеся в благоустройстве. Ключевым вопросом 15-й сессии Горсовета стало присвоение звания «Почетный гражданин города Белгорода». Народным избранникам предстояло проголосовать за двоих кандидатов из четырех предложенных. В бюллетенях значились имена Юрия Коноваленко, Лидии Новаковой, Олега Орзенталя и Василия Ханюкова. Голосование провели тайно. В нем участвовал 31 депутат. Счетную комиссию возглавил Юрий Дячков. Победителями стали кандидаты, набравшие большинство голосов. При подсчете голосов установлено Новакова Лидия Ивановна за 25 голосов, Ханюков Василий Иванович за 25 голосов, Коноваленко Юрий Владимирович за 3 голосов, Презенталь Олег Александрович за 9 голосов. На основании результатов тайного голосования Белгородский городской совет решил присвоить звание «Почетный гражданин города Белгорода» Новаковой Лидии Ивановне за значительный вклад в развитие культурной и общественной жизни, высокий профессионализм, многолетний благотворный труд на благо города Белгорода. Ханюкову Василию Ивановичу за значительный вклад в развитие промышленной отрасли, высокий профессионализм, многолетний благотворный труд на благо города Белгорода. Звание «Почетный гражданин города Белгорода» присваивается один раз в год в канун празднования Дня города, 5 августа. С 1963 года по настоящее время ему достоина более 70 граждан. Среди них видны военачальники времен Великой Отечественной войны, освободители города от немецко-фашистских захватчиков, летчики-космонавты, руководители промышленных предприятий, учреждений города, врачи, учителя, деятели культуры и искусства. Миссия единственная – это служить на благо нашего родного города, отдавать все силы, здоровье для того, чтобы наш Белгород стал еще храще, еще лучше. Сама Екатерина Ивановна в этот день тоже получила приятное известие. Депутаты поддержали кандидатуры горожан, представленных к награде за заслуги перед городом Белгородом. Кроме председателя Совета женщин Белгорода к медали были представлены директор музея диорамы Мария Кугина, ректор БГТУ имени Шухова Сергей Глаголев и другие. Также депутаты поддержали инициативу установки мемориальной доски героя социалистического труда Андрею Дмитриевичу Михайлову. Также депутаты рассмотрели вопрос о ликвидации юридических лиц по управлению восточным и западным округами, внесли изменения в ряд нормативных актов, а впереди у них предпраздничные хлопоты. В августе сессии городского совета не будет, но тем не менее депутаты продолжают работать. Они будут проводить личные приемы и праздники территорий, микрорайонов, инспектировать капитальный ремонт домов, дворов, проводить всю ту депутатскую деятельность, которую они ввели. Следующая сессия Белгородского городского совета состоится в сентябре. Тогда же и подведут итоги работы горсовета шестого созыва за первый год. Людмила Столярова, Андрей Андрейко. К этому часу Белгород.